Сегодня еще двухмерное рисование. Расскажу, как точные координаты вводить, то есть не на глаз рисовать, а именно по размерам, ну по точным. Еще подробнее на способах черчения всяких двумерных объектов подробнее остановимся. Ну, окружностях, эллипсах, дугах, многоугольниках, кривых некоторых, что там еще такое. Ну и, собственно, почти все. Там будут еще задания, задание выполните и будете свободны. Так, ну что, приступим, помолясь, с чего начать. Начинаем с того, что, ну, про координаты. То есть можно рисовать, как мы уже делали так, на глаз. Можно привязываться к сетке. Можно привязываться ко всему подряд. Это постоянные привязки. Вот это привязки те же самые, что внизу, но на один раз. То есть срабатывают на жале, они срабатывают. К концу, около, к точкам, к серединам и так далее. Некоторые другие там, ну, специфические. Настройки, которые мы заходили через меню настроек. Вот, например, настройки сетки. Можно тут же. Размер сетки изменить. Размер сетки. Правой кнопкой. Сейчас привязка к сетке. Правой кнопкой. Размер привязки изменяется. То же самое, что в прошлый раз сделали через настройки. Ну, и некоторые вещи еще. Вернем все назад. Ну, а сейчас подробнее про рисование. Так, про координаты. Абсолютные координаты и относительные координаты. Мировые и конструкционные планы. Про все это тоже подробненько, что-то подробненько, что-то в общих чертах расскажу. Ну, начинаем с построения координат. С абсолютных координат. Вот я могу кликнуть просто, а могу ввести в командной строке координаты, которые хочу поставить. Ноль через запятую. Ноль. Все. Точка стоит в тех координатах, в которых поставлено. Если я хочу дальше продолжать, например, то ставлю дальше. Ноль запятая пять. Дальше. Пять запятая пять. Ну, да. Пять запятая ноль. И ноль. 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 Все. Ночертил квадратик. Это у нас в абсолютных координатах. Если я хочу ставить... Ну, остальное... Опять же, вот, например, ставлю я... Начальную точку. И теперь тот же квадратик нарисую, но уже не в абсолютных координатах, а в относительных. То есть, от этой точки смещения я задаю. Для этого я... Для этого я пишу букву R. R. И задаю координаты. Превращение по X и превращение по Y. Пять запятая ноль. R. Что там у нас? Ноль запятая пять. R минус пять ноль. И R ноль минус пять. Все. То же самое начертил. Все. Просто как пареная репа, да. Следующая... Ну, те же выходки. Ну, продолжаем. Например, задам... Например, пять и пять. Поставлю начальную точку. И задаю в полярных координатах. Для этого ставлю радиус. Пять. И угол. Например, сорок пять. Угол. Это я промахнулся. Поставил запятую. Сейчас. Радиус пять. Угол сорок пять. Например, опять радиус четыре. Угол. Вот от горизонтали угол считается. То есть, например, 220. Ну, или... От предыдущего или нет? Да, это от предыдущей. То есть, от конкретной точки, от которой начало. Я ставлю радиус и ставлю угол. Угол абсолютный. От горизонтали. Вот отсюда. Например, 90. Ёлки, опять забыл угол написать. Поставил запятую. R4 90. Вот так. Все. Это если нам нужны конкретно цифры. Точные. Но не всегда это надо. Есть еще способы. Следующий способ. Строю, ввожу цифру, например, длину отрезка, которую мне надо. Шесть. Все. Зафиксирована длина отрезка. Я могу направление указывать. То есть, например, вот сюда или сюда или просто вот я поставил. Следующий там пять и нажму shift удерживаю привязку к орто, которая у нас там настроена. Мы в прошлый раз их 90 вернем. 5 и shift под 90 градусов сюда ставлю. 8 вот. Длина отрезка 8. Теперь, что еще полезно помнить. Вот если мне надо зафиксировать направление. Хочу построить вот в этом направлении, которое имею, но другой длины. Зафиксировал направление, нажал таб, направление зафиксировано. Теперь могу или поставить там пять, нарисуется, или опять же, вот, например, зафиксирую здесь таб направления и просто кликну, куда хочу. Или вот до какого-то определенного места доведу. вот до сюда. Например, сюда. Таб и такие вот способы. Что еще дополнительных ощущений не хватает. Продолжаем. На чем мы закончили? Как мы строили привязки? Shift я вам показывал. продолжаем. Ну, продолжаем. Про линии какие-нибудь вспомним. Так, тут ничего особенного. Обычная линия, начало и конец. Это полилиния или сегментная линия показывал в прошлый раз. Это линия от середины. Ставлю середину, строю. Так, это я показывал в прошлый раз перпендикулярно поверхности. Это перпендикулярно конструкционному плану, которому рисуется. Ставлю точку и веду в сторону. То есть или ввожу длину ее, например. Ее как бы здесь не видно, но она построилась вот тут вот, вертикально, перпендикулярно к вот этому плану. Следующая по четыре точки линия. Начало, конец. Задается направление. А теперь откуда докуда. Биссектриса. Собственно, ставится начало, направление угла и строится биссектриса. Линия под углом. Ставится начало линии, ставится направление линии и вводим угол. Например, под 45 к заданному. Под 45. Да, вот под 45 и длину. это через точки. Строим точки. Выделяем их, ну или можем сначала выбрать команду, выделяем точки, подтверждаем, она строит, интерполирует их. Так, дальше что? Перпендикулярно к кривой, ну от кривой к кривой. Тут правыми кнопками на некоторых есть, то есть там как бы вариации тех же случаев. Дайте, я сотру. Построю кривую. Так вот поставлю пару точек на всякий случай, надо привязываться. И вот это вот перпендикулярно к кривой, прямую строим. Смысл всем понятен, да? То есть выбираем кремую, к которой будем строить. Здесь она перпендикулярна в этом месте. Правой кнопкой по-моему наоборот. Ставишь точку, а потом перпендикулярно к кривой. Это что у нас? Это перпендикулярно к двум кривым. по-моему по-касательной перпендикулярно. Ну там оно все подписано. Сейчас посмотрим. Касательно к этой по-моему это. Следующее что полилиния через точки. Ну тоже через набор точек автоматически строится полилиния. Вот оно. Задается ее просто через них проводит. Я не знаю в каком порядке. Я уже не понял. Поэкспериментируйте и узнаете. кривые интерполированные контрольные точки. Как-то построило. Следующее полилинию конвертирует в кривую. То есть что-то не произошло ничего. И лень разбираться. но это на поверх на мэше. На сетке строится кривая примерно как на да на сфере но это мэш. Не солиды а мэши. эти вот. С ними тоже свои возни. Так рассказал про линии. Еще кое-какие вещи надо будет рассказать не забыть про привязки. Но вернусь к ним чуть попозже. Хотя можно и сейчас. настроим линию и например построю какую-нибудь кривую дугу здесь. Да хоть так. Про привязки вот эти вот. В прошлый раз не показывал смарт трек и project. если включен project то все что делается оно проецируется на конструкционную плоскость. Вот на эту вот вещь которая у нас обозначена. Например точки я буду ставить и привязываясь вот к этой вот кривой. Вы видите она проецирует ее сразу на то есть рисует не на кривой а на плоскости да. Ну вот оно ляпает на плоскость просто точки. Но могу поставить прямые она нарисует на прямой. Если отключу то точки ставятся на том на чем привязаны. Так ну собственно вот про project про смарт трек включим его и посмотрим что это. То есть оно если включено например конец запоминает привязки видите беленькими становятся вот сейчас к концу подведено я отвожу но привязка остается теперь я подвожу сюда и здесь привязка остается и теперь видите продолжает линии на пересечении вот вертикали к этому и к этому поставлен там есть настройки которые позволяют ну например не только вертикальные а еще и другие настраивать то есть угол задавать и прочее вот они настройки цвета их настраивать включать умные орта и тому подобное параллельно включать не буду в это углубляться всегда кому есть желание разберется почитает что дальше дальше пойдем по всем вот этим примитивчикам по быстрому не торопясь пойдем куда нам торопиться стираю и поехали строим окружности первый способ центр радиус центр радиус первый клик центр второй радиус второй способ диаметр первый клик одна сторона вторая ну или например вот у нас есть кусок этого надо вокруг нее построить построим третья по трем точкам тоже ничего особенного раз точка два точка три точка четвертая перпендикулярно вокруг кривой ну это уже интересней выбираешь кривую и вокруг нее строишь раз два три смотрим сюда вот что мы получили вот они да колечко например можно по нему натянуть или еще что нибудь ну он сейчас давайте все сотрем и сделаем нечто подобное а ну все с этим понятно то есть вокруг кривой это кривые тангенциальная тангенциальная и радиус задается ну вот например есть у меня две окружности хочу строить третью задаю тангенциально к этой тангенциально к этой и нужный мне радиус например там три все касательно к трем окружностям следующий собственно раз два три это вертикально к плану то что я показывал для прямой она построится вертикально в этом плане то же самое для для окружности ну вот возьмем например и построим что-нибудь раз включим привязку раз два три четыре ну вот что мы получили сейчас возьмем их еще раз получили якобы вазу дешево и сердито что дальше так то же самое только диаметр все это деформируемая окружность если мы обычно устроим построим окружность так и построим деформируем на вид никакой разницы нету но контрольные точки посмотрели у этой четыре у этой сколько задано было там десять можно было изменить и наконец строим строим окружность по точкам так все по точкам что у нас дальше дальше дуги с дугами тоже все довольно ясно первый способ центр два конца второй способ три точки раз два три или правой кнопкой раз два три третий способ это начало конец и направление направлений для этого мы построим прямую одну вторую и вот воспользуемся этой штукой левой кнопкой начало конец конец и теперь направление нам надо задать если хотим здесь тангенциально сделать наводим например к концу ставим таб отводим ставим получили так второй способ тот же самый то есть правой кнопкой начало направление задаешь ну вот например опять же таб нажимаю чтобы конгенциально получилось в этом стороне и конец третье начало конец радиус начало конец радиус можно вручную следующее что касательное к кривым так радиус все на направлении еще хочет узнать куда же и строить с этим радиусом туда или сюда ну так сюда третье тангенциально к этому тангенциально к этому ну и третья точка третья точка а теперь здесь или здесь в каком какую часть хотим оставить это через точки по мою поставим пару точек посмотрим что оно сделает оно по моему набор дуг сделает не сделало сделало только что оно сделало непонятно сейчас посмотрим оно прямыми почему-то соединило надо сейчас проверить еще раз не не сейчас посмотрим так select для построения кривую внутри давай подтвердили почему-то оно их взорвало будем разбираться мне тоже не хочется так а вот это кривую кривую конвертирует в дуги сейчас построим кривую выбираем ее подтверждаем назначаем точности и всякие параметры в дуги сделать упростить ее при или не упрощать удалить исходную не удалить точность это максимальное отклонение по углу и точность это максимальная хорда ну не хорда а прогиб по моему вот эта вот штука то есть чем больше число тем меньше дуг будет подтверждаем вот оно сделало эти разбило их на дуги так вот они на маленькие кусочки дуг эллипсы тоже ничего особенного радиусы ну давайте по порядку тогда то есть когда ты выбираешь тут по молчанию все вам параметры а если выбираешь конкретно то уже с преднастроенными параметрами то есть радиус 1 радиус 2 то же самое с диаметрами диаметр 1 диаметр 2 по трем фокусы фокусы и ну и радиус точно так так это перпендикулярно то есть вдоль кривой то есть опять же включаем где он там вот ну и вписанный по углам например если построить квадрат и построить эллипс по углам то он впишется в этот квадрат с эллипсами закончили что еще прямоугольники ну не стоит на них останавливаться ничего особенного теперь многоугольники количество сторон например 6 это по описанной окружности первый способ сейчас вот этот то есть вот мы видим нашу управляющую второй способ по вписанной окружности центр и до стороны по стороне отсюда досюда или отсюда досюда здесь у нас уже два удали вот еще соты будем строить что у нас то же самое только для квадратов просто чтобы не заморачиваться то есть это n угольники сколько сколько поставил тут для четырехугольников преднастройки и звезды количество сторон то есть наружные внутренние то же самое например поставим пять и построим нашу всеми любимую звездочку красным закрасим в следующий раз что еще про звезды надо знать ничего больше ничего про них знать и не обязательно так про кривые еще некоторые расскажу так про эти в общих чертах рассказывал ну вот про эти вот про эту которая управляющая хэндл то есть тут как например кривые безе строятся направление первый клик второе направление клик направление да контр контр нажал переместил то есть подстроил куда надо эй что зависло альт нажал острый сделал есть такое вот эти у нас конические может и как они там по математически называются не помню ну да собственно направление направление от фокуса то есть все понятно ну теперь чуть повеселее спирали спираль сначала строим ось отсюда досюда и дальше уже ее параметры диаметр задаем сейчас все построили вот она вернемся назад да сейчас еще раз раз два количество витков стоит вот 20 вот 20 берем ставим 10 соответственно шаг тут остается то есть это мода как это по-русски режим или оборотов или шаг задается то есть если мы сейчас ну вот стоит режим оборотов да мы сейчас 10 оборотов и диаметром запишем например диаметром 10 вот все получили ну еще оно хочет направление начала то есть откуда начинать или задать число витков или шаг каждого то есть собственно ничего такого особо но сейчас то же самое правой кнопкой вертикальном то есть мы будем сейчас нажмем ее и перетянем сюда я буду строить не правую нажал правую вот так вот я веду в этом а строится ось перпендикулярно заданному вот она в этой плоскости строилась ну а дальше уже все как обычно так еще раз так а где что-то вокруг кривой заделать ее это здесь вокруг кривой сейчас попробуем хеликс а вот вокруг кривой то есть тут уже я сотру все лишнее и покажу и покажу вот на этой строю спираль простую привязка включена до сюда построил а теперь строю спираль вокруг кривой выбираю как основу ее и уже видите какое извращение мы видим ну сейчас мы сделаем поменьше диаметр то есть число витков сделаем побольше например 20 да что хочешь можно делать то есть вот видите то есть всяких таких извращений можно налепить ну а диаметр например 2 то есть начало такую забавную штуку получили ну вот возьмем по ней протянем трубу чтобы она виднее стала например 05 просто тормозит вот такая вот штука смотрим вот такое извращение построено всякие украшения цепочки все такое следующее это спираль то же самое что хеликс это пружина тоже и спираль только задается и начальный конечный диаметр 1 2 1 сейчас еще раз построю ось начальный конечный последняя это плоская спираль правой кнопкой кликаем и чертим 1 2 ну соответственно все остальное настраивается например 3 оборот получаем плоскую спираль вот это и развернуть то есть направление вращения все и ну давайте построим последнюю из кривых например рисую кривую одну рисую кривую вторую и рисую среднюю между ними раз два все вот это последняя кнопочка на кривых что там еще все с кривыми все что надо показал что там все Продолжение следует...